так всем привет я почти три недели отсутствовал не мог короче заниматься этой деятельностью вот но вот ближайшее время продолжим вот и хотел бы сделать обзор канала вот уже один обзор был ну делаю 2 так как много новых подписчиков вот на данный момент уже 503 подписчика но судя по статистике 70 процентов просмотров идут без подписки так что товарищи подписываемся вот и обзор сделаем потому что есть ну и что будет ну как минимум про в прошлом обзоре говорил есть плейлисты вот но я сделал еще блог вот и в блоге у меня есть такая тема список видеороликов по темам вот где у меня есть тема к примеру язык программирования си ссылка на плейлист в ю тубе и все лекции там который есть вот и если есть текстовое дополнение в данном случае то вот здесь такой 30 есть это тоже ссылка на текстовое дополнение с блогом продвигается все не очень ну точнее продвигалась до того как я не был сильно загружен вот и как вы видите он у меня у меня у меня только с по и нам он есть дальше по языку синий блога нету точнее текстовых дополнений вот это довольно таки трудоемкая работа но со временем думаю все дополнится соответственно давайте еще раз посмотрим есть у меня есть 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 почти под каждым видео ссылка вот на вот эту страничку где у меня список видеороликов по тему и этот список всегда дополняется есть меня добавляется новое видео а вот вот это у нас список репозиторию то есть исходных кодов всего а вот это всякие сообщества ну и дальше вот то что по языку си то есть она будет дополняться будут добавить какие-то сортировки может быть еще что то то есть язык си не закончу что-то будет добавляться далее язык программирования си плюс плюс то же самое вот что есть по си плюс плюс ну и соответственно блоги но где-то да где-то здесь по каким-то из этих видео была проблемка приболел я там кашлял постоянно вот ну что я могу сказать иногда и такое бывает вот так дальше алгоритмы пока есть только волновой метод поиска пути проекты там анимация снега этом пара труппер вот вектор движения столкновение окружности вот это все ссылки на youtube видео вот и вот здесь у нас много много всего много всего это обзоры игр это linux ubuntu вон какие-то в общем здесь работа еще очень много вот то есть это все еще есть в плейлистах теперь дальше язык программирование си как я говорил сюда будет со временем все равно что-то добавляться к примеру сортировки разные типы их ней реализации там возможно дерево опять-таки добавится то есть у нас здесь только вставка и балансировка возможно добавится дерево и удаление узла потому что эта задача не такая уж и простая как может показаться вот потому что нужно удалить узел и перебалансировать там все в общем там нормально работает вот соответственно будут добавляться язык программирование россии плюс плюс здесь конечно уже много еще чего нет вот то здесь по логике следующем видео будет просто шаблоны не функции шаблоны а шаблонные классы после чего уже я предполагаю можно будет сделать лямбда выражение ну а дальше уже там хватит как бы но это это то что я прикидываю то есть сначала шаблонные классы потом лямбда но потом возможно разбор и стояли то есть стандартной библиотеки с алгоритмов и т.д. и т.п. там посмотрим алгоритмы ну здесь когда-то по идее вот у меня уже появился волновой метод поиска пути значит здесь чем это я так хочу следующим добавить поиск то есть алгоритмы дэкстры потом где-то там был комментарий то есть д звездочка по моему алгоритм поиска пути перед звездочка надо а звездочку сделать вот ну то есть это по-хорошему здесь должны под сначала быть поиск путей потом возможно то есть меня есть задумки как бы задумки вообще реализовать очень много алгоритмов вот но после поиска путей возможно там возможно будет реангуляция какая-то еще чего-нибудь ну то есть все это в голове есть как бы эти все мысли что надо сделать до единственное нужно время на это все вот дальше сиси плюс плюс проект алгоритмы ну здесь ближайшее время ничего не знаю будет или не будет у чего-нибудь не могу ничего сказать как пойдет сопутствующий вопрос ну вот я попытался как-то объяснить что такое память на стеке что это такое вот если это лично мое мнение и старался максимально просто а вот не технически без технических выкладок но это такое дальше общие библиотеки паттерны по паттернам тут еще работы много вот потому что тут рассмотрели только три по факту вот ну фабричный метод и фабрика класса в этом можно сказать один семейство одно вот тут и их еще будет много будет еще анти паттерны вот так что не переживайте тот кто хотел паттерны будут когда-то все будет граф неориентированный граф это маленький примерчик соответственно здесь какие-то алгоритмы или просто просто граф и будем рассматривать по qt добавилось уже по библиотечке qt вот qt виджет это создание вот первой программки дальше вот перехват событий главного окна ну и здесь будут конечно же дальше там много работы вот разобрать все элементы на каких-то там примерах чтобы вы уже могли полноценно создавать такие приложения с кнопочками а вот за графиками за графикой картиночки там икон очки все такое дальше вот есть linux ubuntu то здесь я планировал и планирую рассказывать о ну в данном случае вот я выделил о баш скриптах что такое скрипты на примерах далее хотел здесь и хочу рассказывать о тех программах которые я использую под линуксом то есть частности это ubuntu у меня установлено вот какими пользуюсь программами и ну в чем удобство да почему ими пользуюсь ну и т.д. и т.п. ну это разная сюда попала просто юникс краткая история это такое уже на самом деле особо возможно и не интересно можно об этом почитать так ну и игры для программистов крепыши по крепышам вообще бог заглох наглухо вот ну я не думаю что ближайшее время будет по ним продолжение она сжирает немало времени нужно еще делается с работу coding game coding ей тоже в ближайшее время вряд ли я продолжу хотя хотелось бы пройти средний уровень потом на тимусе решить задачах 20 кода wars тоже задачах 20-30 вот но в ближайшее время этого не будет и вот еще добавилось коды combat 2 обзора 3 не будет но в ближайшее время это точно смысла не вижу вот поэтому это все что сейчас есть на канале а вот времени мало еще раз повторяюсь поэтому 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 не знаю когда все добавится вот так как нужно еще выполнять работу вот ну и что хотелось бы еще добавить так это то что этот канал как бы можно воспринимать как моё хобби да если это хобби когда-то уже начнет приносить какой-то нормальный доход то конечно же качество вырастет я думаю обсуждение там каких-то тем или еще очень чего-нибудь вот на данный момент там воспринимать как какие-то супер профессиональные знания не стоит так как я рассказываю так как я это вижу стараюсь максимально упростить так как это для тех людей которые там забыли которые хотят чему-то научиться я считаю что какую-то базу в самом простом варианте я даю вот и поэтому относиться как к чему-то там я не позиционирую себя супер специалистом вот что могу то и делаю о чем могу о том рассказываю если что-то я хочу рассказать но не до конца об этом знаю то стараюсь об этом почитать в двух-трех источниках вот чтобы не было однотипной подачи информации ну вот как говорится где-то так вот поэтому не стоит воспринимать как могу так и делаю если у вас есть альтернативный вариант то пожалуйста бросайте к примеру вы можете в комментариях бросить ссылочку на свой альтернативный вариант и они удаляться не будут если это нормальный альтернативный вариант вот вы рассказываете по-своему и возможно вы это делаете лучше вот никто спорить не будет удалять ссылки никто не будет поэтому здесь полная свобода действий вот это я так для тех которые там могут там зайти написать что вот шо ж ты рассказываешь вот тону без какой-то конкретики а просто там написать непонятно о чем поэтому нигде не говорил что это супер профессиональные знания это для новичков для тех кто забыл тех кто уже имеет за горами не не один десяток тысяч строк кода тот уже читает не смотрит такие канал читается всем другие книги вот читает стандарты читает еще что-то возможно принципе смотрит канал это знаете ты о чем-то вспомнить к примеру там в языке сия как она то можно посмотреть такое все голове сразу встала на места возможно вот поэтому надеюсь я ничего не пропустил то есть я уже появился завтра не обещаю будет не будет новое видео потому что почти три недели просто не было возможности но и к сожалению я конечно же не этот не смог полноценно поучаствовать в russian а и кап 2017 у меня там шесть версий есть но это такое то есть по факту там две версии одна версия там я по одному сделал структуру и потом переделал вторая версия то есть этом сделал удобно более удобным управление этих войск то есть можно было указывать то есть первой версии второй и то есть очередь этих команд то есть не больше чем 12 в 60 тиков да это вы помните но те кто смотрел вот в новой версии я добавил с помощью лямбда функции на вот такую крутую штуку ну как крутую удобную штуку когда это событие она может находиться в очереди и вот когда она вытягивалась из очереди и шло на выполнение то определенные функции получали уведомление что сейчас там танки поехали вот и на основе этого я мог строить какие-то алгоритмы но я их не построил так как просто была большая загруженность и я пытался их построить это обычно вечером у меня был час полтора включить ноутбук и что-то попробовать в темноте это сделать вот в результате после двух-трех таких ночей я понял что он это бесполезно это ты пока включишь пока вспомнишь что ты делал потом туда-сюда и надо уже выключать а в голове витает мысль а сделать бы еще вот это ну короче это издевательство и хотя задачка вот это интересно прошлом году было мне не очень было интересное и позапрошлом а в этом интересно ну значит так оно и должно быть надеюсь вы те кто посмотрел и участвует получите свои футболки и надеюсь не только футболки вот то есть выйдите в первый раунд или как он или во второй мой возможный и и финиш будет у вас было бы очень хорошо кстати кто там займет какие-то хорошие места то даже просто если придет футболка или это толстовка то напишите в комментариях мол е-мое я получил толстовку футболку или ипхон там или или чё там айфонов нету по моему не помню поэтому все по поводу канала поэтому подписываемся чем бой было бы больше подписчиков было бы проще вот так как 70 процентов просмотров без подписки а сейчас было бы как минимум по ходу полторы тысячи соответственно канал быстрее бы развивался и быстрее бы мы подходили к тому что качество ролика вырастал кстати купил микрофон я вы должны были уже заметить что качество звука уже получше да и купил я микрофон он не дорогой это чё-то юсби ну траст юсби микрофон как-то так он называется вот классная штука потому что до этого у меня тоже был неплохой то есть первое видео это был встроенный микрофон это был ужас вот когда я начинал это слушать далее я взял тут у товарища по работе микрофон он тоже неплохой классный микрофон но там был фон и мне приходилось после каждого видео отделять аудиопоток потом применять фильтры которые подавляли бы этот фоновый шум потом склеивать это видео ну короче надо было кучу действий еще произвести вот и когда я купил вот этот микрофон то ну он бы не помню на порядка сейчас он порядка 30 долларов стоит то есть это недорого я когда смотрел микрофон и чё долго не покупал то есть я этого не видел этого микрофона но смотрю такой блин там такие цены и и там 500 долларов и 600 и тысяча долларов думаю ё-моё на микрофону что там такого ну это просто короче вот это порядка 30 долларов вот и с этим микрофоном уже шумов нету то есть мне не надо видео прослушивать ну первое начало там конец и обычно слушаю шумы есть или нет вот ну сейчас конечно же все равно всегда слушая но уже какое видео заливается и я не произвожу все эти манипуляции с аудиопотока как это я делал какой программкой очищал ну от шумов конечно же со временем я покажу это в разделе будет по линукс у меня там где-то было это все где я говорю буду рассказывать о программках которые используют линуксу бунту вот все это вот здесь будет чем я пользовался как я отсоединял аудиопоток это простенькие приложения которые очень легко и просто позволяет это все делать вот ну все уже почти 20 минут что-то я опять затянул вот ну видимо судьба такая затягивать это все вот поэтому все подписываемся давайте дорастем до килобайта не давайте до двух килобайт дорастем когда будет два килобайта то я вам покажу 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 сколько можно зарабатывать реально денег при двух килобайтах это будет не ровно при двух килобайтах сами понимаете ты 2048 но когда мы преодолеем эту планку то тогда покажу чтобы вы тоже не питали иллюзии что здесь можно зашибать много денег что это реклама просто вот ага реклама знаешь там очень много денег капает не буду смотреть эту рекламу вот ну поэтому все всем спасибо за внимание комментируем делимся подписываемся обязательно нажимаем как говорят на колокольчик вот это будут приходить уведомления о новых видео вам если мне что добавляется вам приходит уведомление сразу же ну и все всем спасибо за внимание всем пока